Дворца культуры Губернаторский Но юные звезды вели себя совершенно спокойно Они с удовольствием согласились дать интервью И, конечно, первой в кадре была Вероника Устимова, уроженка Ульяновска Наша 12-летняя талантливая землячка выступила успешно Кнопка была нажата Димой Биланом На последней ноте композиции «Херт» Кристины Агилеры А уже в конце марта она с гастрольным туром приехала в родной Ульяновск Театральная карьера тоже сложилась удачно У Вероники есть несколько проектов в московских театрах Где она играет главные роли Я в театре работаю с 8 лет Театр Айвенга, главную роль играю в музыкальной балладе «Маленьком сердце» Также играю главную детскую роль в музыкальном спектакле «Лидия совершенства» С Нонной Гришаевой, это московский областной тюз Зрители проекта запомнили юную уроженку Якутии Арину Данилову, как девочку со стаканчиком На слепом прослушивании она исполняла песню, выбивая ритм на стаканчике из-под сока, украшенном смайликом В Ульяновск она приехала повзрослевшей и с новыми композициями Последний год Арина проводит много времени в разъездах Перед концертом она рассказала нам о своей гастрольной жизни На самом деле, действительно, жизнь изменилась к такому Просто перевернулась И мы стали жить в бешеном ритме Например, в час ночи приезжаем с одного мероприятия, в 7 утра уже на другом И мне это нравится, это самое главное Еще один участник праздничного концерта – 13-летний Кирилл Скрипник из Красноярска Полуфиналист третьего сезона имеет уже приличный послужной список ролей и увлечений Он радиоведущий, поет в мюзиклах Самый молодой участник шоу «Камеди Баттл» Кирилл Скрипник не только зажег весь зал на слепых прослушиваниях Не только без запинки исполнил сложную песню скороговорку «Ай-яй-яй» Но и попросил Леонида Агутина спеть вместе с ним Эту же песню услышали ульяновцы Самой юной участницей гастролей стала восьмилетняя Ярослава Дегтярева Финалистка третьего сезона «Голос дети» Девочка запомнилась исполнением песни Виктора Цоя «Кукушка» Кукушка покорила и юных ульяновцев У Ярославы необычный тембр голоса, очень сильный для ее возраста Кто подав на стрелу одинокому Сильные и доспелые головы сложили в поле В бою Малыша, а срока светлой панатик В небо в уме, на стрелой рукой в строю 15-летняя Ева Тимуш, победительница третьего сезона, голоса подарила ульяновцам песню, исполненную проникновенной и профессиональной Зал дворца культуры губернаторской гудел от овации Юные ульяновские артисты были без ума от такого подарка Всего звезды проекта «Голос дети» дали два концерта в Ульяновске Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости ульяновской правды